70 долгих лет Советский Союз, созданный Лениным и большевиками, существовал под знаменем самой справедливой и гуманной идеологии, обещавшей улучшить жизнь простого трудового человека. Но за фасадом высоких идеалов с самого начала скрывалась неприглядная реальность и обман, в результате чего ни одно из обещаний коммунистов не было выполнено, а миллионы людей страдали от несправедливости, стали жертвами репрессий, войн, голода и обмана. Сегодняшняя странная ностальгия по СССР, особенно среди молодых россиян, напоминает поклонение трупу маньяка, который при жизни был ничтожеством, не имеющим абсолютно никаких положительных черт. Молодые люди, очарованные красивой картинкой, нарисованные их родителями и дедами, а также прилизанными советскими фильмами, не понимают, что старики ностальгируют больше по своей юности, чем по реальным позитивным моментам совка, а советские фильмы также далеки от действительности, как сказка от реальной жизни. Эта иллюзия красоты и справедливости для трудящихся скрывает за собой тотальную ложь и ужасы советского режима. Лозунги революции типа «Земля крестьянам, фабрики рабочим» остались лишь пустыми обещаниями, которыми одурманили простых людей. Но как все-таки Ленину удалось обмануть рабочих и крестьян, обещая им рай на земле? Почему белое движение не смогло предложить народу привлекательную альтернативу? Какие приемы большевистской пропаганды использует нынешняя власть в Кремле? Смотрите далее, будет интересно. Но вначале не забудьте подписаться на этот канал и нажать колокольчик для уведомлений о новых видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Поддерживайте автора на Патреоне и Байми и Кофе. Но самое главное – отправляйте донаты на ЗАИСУ. Итак, большевики, возглавляемые Лениным, смогли прийти к власти во многом благодаря своей мощной, и хорошо организованной пропаганде. Их лозунги «Земля крестьянам в фабрике рабочим» звучали как спасение для угнетенного населения, которое страдало от последствий Первой мировой войны и экономического кризиса. Пропагандистская машина большевиков работала безупречно, охватывая все слои населения, обещая каждому то, чего ему не хватало. Эти простые и понятные лозунги стали мощным инструментом мобилизации, привлекая на сторону большевиков огромные массы крестьян и рабочих, уставших от лишений и несправедливости. Белое движение, напротив, не смогло предложить ничего внятного народной массе. Они стремились сохранить монархию и старые порядки, что не находило отклика среди людей, уставших от царизма и его несправедливостей. Белые генералы и офицеры, воспитанные в духе верности царю, не сумели адаптироваться к новым реалиям и предложить народу программу, способную конкурировать с большевистскими обещаниями. Их идеи выглядели архаичными и далекими от насущных нужд простого народа. Известные деятели Белого движения, такие как Антон Деникин и Петр Врангель, признавали, что их пропаганда не могла конкурировать с большевистской. В своих мемуарах и трудах они писали о том, что неспособность предложить народу четкую и привлекательную программу, стало одной из главных причин их поражения. Врангель, например, в своих воспоминаниях указывал, что Белое движение проиграло не столько на полях сражений, сколько в умах и сердцах народа, который не сумело вдохновить и привлечь на свою сторону. Пропагандистская машина большевиков работала на полную мощность, распространяя агитационные материалы, проводя митинги и встречи, убеждая людей в правоте своих идей. Большевики также использовали новейшие на тот момент средства коммуникации. Печатные издания, листовки, плакаты – все это разлеталось по стране, донося до каждого уголка России идеи революции и социальной справедливости. Радио, которое только начинало набирать популярность, также стало мощным оружием в руках большевиков. Они понимали важность информации и контроля над ней, что позволило им создать мощную и эффективную пропагандистскую сеть. Однако все обещания большевиков оказались ложью. Крестьяне, которым была обещана земля, оказались в еще худшем положении. В 1917 году Ленин издал декрет о земле, который конфисковал помещичьи земли и передавал их крестьянам. Это выглядело как исполнение мечты о справедливости. Но уже вскоре, в 1918 году, был издан декрет о социализации земли, который отменял частную собственность на землю. В результате крестьяне потеряли надежду на получение собственной земли и были вынуждены вступать в колхозы. Коллективизация, начавшаяся в 1929 году, привела к массовым репрессиям, раскулачиванию и голоду. Крестьяне, которые надеялись на улучшение своей жизни, столкнулись с насильственным отъемом их имущества, принудительным трудом и постоянным контролем со стороны государства. Те, кто сопротивлялся, объявлялись врагами народа и подвергались жестоким наказаниям. Богатых крестьян или кулаков ссылали в лагеря или расстреливали. В результате этого процесса миллионы людей погибли от голода, особенно в Украине, где произошел страшный голодомор. Друзья, напомню про наш украиномовный канал Репостус, где ролики появляются раньше, чем тут. Поддержите канал подписками, переглядами и лайками. Посилания в подкастке, описи до этого видео и первом комментарии. Работные также не получили обещанных фабрик. Условия трудов ухудшались, работные потеряли право на забастовки и любые попытки защиты своих интересов. Советская власть жестоко подавляла любые проявления недовольства. В условиях индустриализации 1930-х годов рабочие были вынуждены трудиться в невыносимых условиях, часто за символическую плату, под угрозой репрессий за малейшие провинности. Вместо обещанного рая рабочие и крестьяне получили новое рабство. Особенно показательной была ситуация с паспортами. Крестьянам не выдавали паспорта до 1974 года, что делало их фактически крепостными, привязанными к колхозам. Они не могли свободно передвигаться и искать лучшие жизни в городах. Это напоминало крепостное право, отмененное еще в 1861 году и демонстрировало, насколько мало что изменилось для обычных людей под властью большевиков. Нынешние власти в Кремле ведут себя абсолютно так же. Более 20 лет они обещают благополучие, величие и светлое будущее. Но по факту россияне не имеют ничего, кроме сужения своих прав и риска умереть на войне, инициированной преступным режимом выходцев из КГБ. Эти обещания остаются лишь словами, как и 100 лет назад, а реальное положение народа не улучшается. Россияне видят, как богатства страны сосредотачиваются в руках узкой элиты, в то время как простые люди борются за выживание. Коррупция, отсутствие правосудия и политические репрессии стали нормой. Олигархи и приближенные к власти лица обогащаются за счет природных ресурсов и государственных контрактов, в то время как миллионы граждан живут за чертой бедности. Власть активно использует пропаганду, контролируя основные СМИ и внушая населению ложные представления о врагах извне и необходимостью сплочения вокруг руководства страны. Режим систематически нарушает права человека, подавляя любую форму инакомыслия. Политические оппоненты, журналисты и активисты подвергаются преследованием, арестом и даже убийством. Независимые средства массовой информации и некоммерческие организации объявляются иностранными агентами и закрываются. Свобода слова, собраний и протестов жестоко ограничивается, а любые массовые акции разгоняются с применением силы. Все это создает атмосферу страха и бесправия, лишая граждан возможности влиять на политические процессы и защищать свои права. Вместо создания новых рабочих мест и развития технологий, ресурсы направляются на военные расходы и поддержание силового аппарата. Ситуация на международной арене лишь ухудшается, что приводит к еще большим трудностям внутри страны. Экономические санкции, введенные против России за ее агрессивную внешнюю политику, негативно сказываются на экономике и жизненном уровне населения. Изоляция от международного сообщества ведет к технологическому отставанию и упущенным возможностям для развития. Власти же используют международные конфликты для укрепления своей позиции внутри страны, отвлекая внимание от внутренних проблем и внушая людям необходимость защиты от внешних угроз. Параллели с прошлым очевидны. Как и большевики, нынешние власти обещают светлое будущее, прикрываясь патриотизмом и национальной гордостью, но на деле создают лишь иллюзию благополучия. Реальное положение народа не улучшается, а только ухудшается, поскольку власть озабочена лишь сохранением своего контроля и подавлением любого несогласия. Россияне, как и сто лет назад, оказываются заложниками политической системы, где их права и интересы стоят на последнем месте. История показывает, что обещания радикальных перемен и светлого будущего, будь то от большевиков сто лет назад или нынешних властей в Кремле, оказываются иллюзиями, прикрывающими жестокую реальность. Парадокс в том, что уроки прошлого, казалось бы очевидные и понятные, не усвоены и повторяются вновь и вновь, оставляя россиян в ловушке непрекращающихся циклов обмана и угнетения. Странно, что молодые россияне, похоже, так и не научились критически осмысливать историю, и поэтому эти мифы будут снова и снова становиться реальностью. Отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы!